Сегодня мы размовляем с Романом Шабановичем. Он и его сын потерпели одеяния силовиков. Добрый день, Роман. Расповедите вашу историю, что с вами сдарилось в Беларуси, чему вы были вымышены покинуть краину. Ну, еще до выборов мой сын, Ренат, принимал все время участие в велопробегах. Все было хорошо, но буквально 7 числа, 7 августа перед выборами, он был избит ОМОНом в результате повреждения руки, сотрясения мозга. Ну, множественные побои. Но это же не все, его же отвезли еще в РОВД. Там еще издевались, его не отдавали мне. Его там пугали, допрашивали. Прямо мне заявили, что он наркоман, обкурен, обколон. И вот он валяется, говорит, вот он у вас какой. Я им предложил повезти его на экспертизу, все сделать, анализы. Ну, как бы в результате сына, в конце концов, может, через час отдали, какие-то бумаги подсовывали. Я уж не помню, там, кое-что удалось сфотографировать. Что-то я подписывал, даже не скажу вам там. В общем, потом его забрали в больницу скорой помощи. Естественно, не обкурен, не обколон. Просто избит жестоко. Ну, запуган был, потому что при нем, опять же, получается, кто был меньше избит, тех раздевали, заставляли делать какие-то фигуры. То есть издевались. Это видел мой сын тоже. Не каждому взрослому будет приятно. Ну, а дальше, видите, даже лежа в больнице, буквально на второй, на третий день, к нему пришли ночью в палату. Следственный комитет стали допрашивать. Мне об этом тоже сообщили люди ночью. Было очень неприятно. Возможно, в то время я даже был на Пушкинской, не знаю. Кольки ему годов? Ему 16 лет. 16 лет его не имели права ночью допрашивать, не имели права, ну, и избивать, конечно, тоже. Вот. Значит, буквально где-то, когда мы с сыном уже после больницы, я его забрал, это было 15-го числа, Тарайковского хоронили, вот мы с ним участвовали тогда на Пушкинской, потом 16-го числа. Всё как бы было хорошо. 16-го числа мы тоже поддерживали протестующих, собирали всей семьёй идти на Стеллу в обед. Но, к сожалению, так не получилось. Я со своей дочкой был задержан сотрудниками милиции на своём грузовике с белочервоным и белым флагом. Грузовик у меня отобрали, мне угрожали, нам удалось с дочкой скрыться, нас спасли протестующих колонна. Вот. Значит, машина после этого исчезла. Я стал разыскивать машину. Через два дня люди мне рассказали, где она стоит. Я пошёл, чтобы её снять. Там я был опять избит. С чёрной машины, с российскими номерами выбежали два мужчины. Они стали меня избивать. В какой-то момент я потерял сознание. Пришёл в себя, уже был в их машине. И они уже начали ехать. Но двери ещё были не закрыты. У меня даже ноги торчали. В общем, один сидел за рулём, один на мне. Мне удалось сбежать. Догонять они меня не стали, потому что увидели, что уже начали собираться люди. Они увидели людей. То есть пробежали за мной пять метров, вернулись назад, сели в свою машину, скрылись. Спасли меня люди, которые просто видели это. Те люди, которые меня избивали, боялись, видимо, что это увидели люди и убежали. Мне пришлось скрываться. Потом я вернулся. Потом меня уже разыскивали. Служба безопасности. Минской области. Собственная безопасность. Потом меня допрашивали. Грозили уголовным делом. За то, что я участвовал на Пушкинской. За то, что в протестах. Мой сын. И всем угрожали. Всей нашей семье. Ну и как бы всё это длилось. 28 числа меня тоже под надуманным предлогом, что вроде бы я оказывал сопротивление сотрудникам, посадили на Крестино. 20, 30, 31 уже судили. 8 суток. Всё как бы хорошо. На Крестино было всё хорошо. Лучшие люди там. Очень мне понравились все люди, которые там были на Крестино. В Жозино это лучшие люди, которые мне встречались в Беларуси. С такими людьми мы обязательно победим. После того, как я уже отсидев сутки вышел, опять меня допрашивали, грозили уголовным делом. Ну, я думал, что может быть этого и не будет. Но в результате 10 октября завели уголовное дело. Я решил как бы остаться. То есть уже понимал, что меня посадят. Но думал, что может быть ненадолго, может как-то. Ну ладно. Но все люди, которые знали меня, уговорили. Те, которые со мной даже сидели на Крестино, в Жозино. Мы с ними поддерживаем связь. Вместе ходим на протесты. Они уговорили меня, чтобы ради семьи я должен уехать. Потому что у меня большая семья. Её надо содержать. Пятеро детей. Да. Пятеро. Из них четверо несовершенно малолетних. И жена у меня тоже не работает. В результате я сейчас нахожусь в Вильнюсе. Здесь для меня созданы все условия. Мне помогли здесь пройти карантин, жильё. Сделали одну визу, сейчас сделают вторую. И в ближайшее время я смогу работать, помогать своей семье. Дисбираетесь вы вернуться назад в Беларуси кали? Я думаю, что это будет в ближайшее время. Так думаем мы все. Мы будем всё для этого делать, даже находясь здесь. Будем любыми путями долбить эту власть. Дякую за размову. А я нагадаю, сегодня мы разговаривали с Романом Шабановичем. Он и его сын потерпели оденье у силовиков. Ганна Русинова, Белсад, Вильня.